всем привет дорогие друзья с вами снова крюга тв и эта рубрика как красиво слиться и заодно это гайд на т26 е4 ну может быть это нельзя полностью в полной мере назвать гайдом но всяком случае о машине я расскажу более подробно ведь я на ней уже покатал некоторое время и могу сказать как она себя примерно чувствует и так ну во первых хочется сразу сказать общее впечатление в рандоме машина себя чувствует вполне себе неплохо единственное что да вы не сможете здесь наносить каждый бой столько же урона как какие-то чита ис и или чита 701 объекты но опять таки это значит лишь одно что машина не имба но она по-своему хороша давайте разбираться в чем ну во первых броня это собственно тот же самый першинг но только взяли налепили на него броню раз-два и готово в общем то что у нас получилось готово на самом деле броня неплохая восьмерок держит очень очень хорошо все эти орудия с пробитием до 200 прекрасно ловит если только разумеется вам не стрелять в те места которые этими экранами дополнительными не прикрыты а если туда попадают то лишь даже вот в башне не все места прикрыты то туда вас пробьют скорее всего ну если конечно не какой-нибудь чудо рикошет но лучше на это не надеяться так вот лбом машина держит снаряда неплохо я бы сказал очень даже неплохо особенно лбом корпуса там и нижний бронелист очень крепкий и верхний бронелист крепкий да и броня башни вполне себе единственное что не стоит подпускать подпускать противников близко к себе и иначе все будет очень плохо издали то они нас выцелить не могут а сблизи вообще без проблем кстати вот заметили наверное бпс меня не пробил 701 объект в лоб сами понимаете насколько крепкая броня а если они подойдут в ближний бой к нам то будут просто в башню нам навешивать потому что верх башни не защищен почти и туда вас будут пробивать без проблем вот тут я заметил то что все наши начали умирать и начал пятиться и давайте посмотрим что из этого выйдет наши вроде там заехали сбоку так вот хотелось бы отметить то что машина несмотря на то что ее заметно утяжелили вполне себе динамичная да максималка стала 30 километров в час но знаете разгоняется она неплохо маневрирует тоже очень даже неплохо лично меня такая динамика устраивает но а в купе с хорошей броней так это и вообще замечательно но при этом оставили нам тоже орудие что и было 180 пробития 400 разовый урон при этом перезарядка 5,8 секунды что неплохо и сведение 2 и 6 иногда конечно не хватает точности на дальних дистанциях но в целом орудие очень приятное и меня она порадовала а голдой пробитие там аж 300 то есть взяли просто с объекта пушку поставили у него по моему тоже 180 и 300 только урон другой вот что-то такое разумеется когда видим мы к в 4 122 я решил переключиться все-таки на голду иначе бэбэшками пробить ее в лоб вообще нереально кроме как в башенку в эту выцеливать а я вижу то что у нас здесь у меня ситуация тем более совсем тут ахве потому что фуловая почти кэвэшка приехала с другой стороны меня две шестерки обстреливают и смотрим как мы будем тут собственно выкручиваться при этом как вы могли заметить наверное сработал перк который ускоряет перезарядку когда он остается мало хп и что нет перезарядка не ускорил сохраненная работа перка так вот мы наверное не об этом мы продолжаем видим то что нас много раз не пробили мне удалось наконец-то откатиться назад бпсов моих хватило как раз ровно на то чтобы выдержать вот эту вот кэвэшку ее прибить и теперь уже бронебойными снарядами придется разбираться дальше шестерками но в общем это уже не такая большая проблема проблема лишь в том то что наши решили посливаться и теперь у них осталось у врагов я имею ввиду еще два 700 первых объекта ну вы понимаете чем это пахнет пахнет 11 метровым штрафным так вот даже пенальти пенальти да здесь очень сильно пахнет 11 метровым сами додумайте каким поэтому в общем мне ничего не остается кроме как забрать попытаться с собой этих двух шестерок и уже достойно принять смерть потому как как вы наверное понимаете против такой аравы на еле живом на честном слове держащимся першинге не попрешь обычный ты першинг вообще бы конечно давно уж развалился но как вы могли заметить меня не пробивали довольно много возможно они просто не выцеливали меня возможно стреляли глупо но в любом случае иногда это броня реально спасает особенно на дальних дистанциях там даже если будут вас выцеливать то не факт что будут попадать в ослабленные зоны ослабленная зона как я уже сказал это крыша башни вообще верх башни также ее щеки которые не прикрыты этими экранчиками которые закрывают их верхнюю часть вот разумеется борта пробиваются и корма пробивается то есть только лобовая броня усиленно машина оставила у меня только положительные впечатления на данный момент возможно потом все изменится но пока я вполне могу рекомендовать ее брать если уж вам хочется купить себе премиум танчик нет конечно рекомендуется су 101 объект 701 это вне конкуренции но супер першинг вполне неплохо себя показывает надеюсь мое мнение стало для вас понятным и надеюсь что это видео было для вас не менее интересным ну чтож всем удачи увидимся на полях сражений пока пока а